Защитники Кокжайлау готовятся к очередному гражданскому слушанию по поводу строительства горнолыжного курорта в заповедной зоне. Одна из активистов движения «Защитим Кокжайлау» Дагмар Шрайбер говорит, в Казахстане много других замечательных для строительства склонов, значит дело в чем-то другом. Кокжайлау, он, конечно, очень удобный не только для горнолыжного курорта, но и для строительства всяких котичей, особняков. И мы предполагаем, что это не только горнолыжный курорт, но и будет вторичное жилье для богатых людей, которые хотят выбраться из города, потому что тут стало уже неудобно жить. Занимательные цифры. Из бюджета города Алматы на строительство Кокжайлау выделят 450 миллионов долларов. Планируемый доход за 10 лет – 280 миллионов. Минус отсюда – 188 миллионов долларов, которые пойдут на содержание горнолыжного курорта. Продадут же Кокжайлау всего за 160 миллионов американских рублей. Любители активного отдыха в основном ездят в горы по выходным. Картина будущего. Уикенд на горнолыжном курорте сотни тысяч лыжников. Итого получается – каждый десятый алматинец встает на лыжи и стабильно катается на Кокжайлау. Всю ту красоту, и ту прелесть, и тот адреналин, ту скорость, которую ты получаешь, когда едешь на лыжах. Непонятно даже то, как лыжники будут добираться до склонов. Одна общая дорога ведет и на Шимбулак, и на Мэдэу, и на Кокжайлау. Если горнолыжный Шимбулак после всех реконструкций не оправдал вложенных средств, то что говорит о Кокжайлау? Разве в стране досрочно решены все социальные проблемы? Спрашивает эксперт по экологическому праву поднимания. У нас за прошлый год затраты на социал, на соцзащиту по городу, по-моему, 45 миллионов. То есть мы забираем сумму на соцзащиту на 10 лет, которые мы где-то используем, используем на строительство. То есть соцзащита нужна каждому в городе, полуторные раны. А горнолыжный курорт, он нескольким процентом. И получается, что это с точки зрения социалки совершенно несправедливо. В ближайшие выходные защитники плато приглашают алматинцев принять участие в походе на Кокжайлау. Активистка Дагмар Шрайбер убеждена. Многие казахстанцы даже не в курсе, как выглядит этот природный заповедник. А значит, не понимают, что они могут потерять. Продолжение следует...